Чтобы попасть на прием к руководителю отдела онкологии Федерального медико-биологического агентства, при себе не нужно было иметь направление врача, полис УМС и даже быть гражданином России. Обследование проводилось для пациентов с подозрениями опухоли в голове и шее. Ну что там, хоть. Все хорошо, опухоли нет, вас хорошо полечили. На прием приходили также пациенты с хроническими предраковыми заболеваниями. Цель медиков сократить время с момента подозрений на онкологию до начала оказания помощи. Сейчас сроки нередко затягиваются до шести месяцев, а для пациентов с онкозаболеваниями счет зачастую идет на дни. Эффективность лечения на сегодняшний день значительно повысилась. И когда мы ведем речь об онкологической патологии головы и шеи, мы говорим не только об операции. Определенных успехов мы добились в методах лучевой терапии, химиотерапии. Пока пациенты проходили осмотр, местные врачи перенимали опыт, наблюдая за работой со стороны. Некоторых пациентов доктор отправляет на углубленное обследование. Вот здесь проходит видеоэндоларингоскопия. Дело в том, что иногда причиной заболевания гортани может служить заболевание желудка и пищевода. При этом она никаких жалоб у пациента не вызывает. Эту взаимосвязь желудка и гортани изучила доктор медицинских наук Виктория Кокорина, которая сейчас преподает в Дальневосточном медицинском университете в Хабаровске. И это доказательство того, что местные специалисты тоже на высоком уровне. Проводя адекватную терапию со стороны желудка, мы начали избавляться от тех заболеваний, которые раньше мы лечили хирургически с использованием даже открытых методик, то есть эндонаружного доступа с разрезами на шеи, наложением трахеостомических трубок. Совместная работа региональных специалистов со столичными – это выполнение майских указов президента. В 2018 году он поставил задачу снизить показатели смертности, связанные с онкологическими заболеваниями. Нам надо для профессора заснять, чтобы все было красиво, чтобы качественная была картинка у нас в экране. Дни ранней диагностики онкологических заболеваний лор-органов проходили на базе поликлиники Краевой клинической больницы. Кроме приема пациентов, в программу мероприятия вошла и научная конференция, на которой врачи обсудили новые методы диагностики.